4 октября отмечается Всемирный день животных, который призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей нашей планеты. И вот у нас обитателей уже в студии максимальное количество, 4 сереньких пушистика пришли к нам в гости. Ну и, конечно, представители Благодарительного фонда зоозащиты Анна Вайман. Доброе утро. Наш волонтер Оксана Ренёва. Оксана, доброе утро. Ну, сегодня у нас тут 4 капошилки. Капошилки, да. Будем так и называть. Есть ли у них имена, чтобы их тоже представить? Ну, у них имен пока нет, да, потому что мы... Но есть 2 мальчика и 2 девочки. Да, 2 мальчика и 2 девочки. Мы поэтому хотим предоставить эту прекрасную возможность назвать таких хорошеньких новым хозяевам. Нас четверо, их четверо. А можно кого-нибудь взять и потрогать? Я хочу просто показать, что они очень активны. Сейчас руки убираем и посмотрите, как они выпрыгивают просто максимально. Хоп! Ну-ка. Все, побежали. И интерес... Ребята, вы чего подводите? У нас камера прямой и все. Вы до этого выпрыгивали же. Но хочется ответить сразу же, что кто-то из них пушистый, мохнатый, а вот у меня в руках какой-то оказался такой глоткошерстный, максимально гладенький. Кто это? Девочка или мальчик? Мальчик. Мальчик, парень. Еще у нас есть особенность у двух мальчиков. У них от рождения вот такие лапки не до конца сформированные. Но, как вы видели, вы даже, наверное, не заметили, что это им не мешает прыгать, скакать, веселиться, как полноценным совсем котяткам. Поэтому вот немножко не хватает ступни у кого-то, у кого-то там еще. А девчонки у нас со всеми четырьмя лапами. Но вот этот у нас самый шустрый. Это какая-то порода, потому что они уж безумно красивые. Такой пепельный, да, цвет? Цвет нереальный. Никакой породы нет. Их подкинули вот как раз нашей Оксане. И вот она сейчас расскажет, как это было. Оксана, ну они знали, кому подкидывать. Знали, что потом вы пристроите в добрые руки. Рассказывайте. Да, их подкинули мне еще около месяца малышам было. Они даже есть не умели сами. То есть там первое кормление шприца было несколько раз в день. Хорошо, что я была в отпуске, у меня это получалось. Вот. И потом они, конечно, перешли потихоньку на сухой корм детский. И сейчас они очень хорошо кушают тоже сухой ком. Каким бы я ни был собачником, но это сейчас у меня даже милота-то какая. Мивимичность, да вообще. Если вам видно, то там уже просто обнимашки начались. У меня-то да. Вот ластица-то. Так, кормили с пипетки целый месяц. И шприца. Ну и шприц, хорошо. Не целый месяц. Две недели получилось. Потом я начала их потихоньку переводить на размоченный сухой корм в перемешку с влажным, чтобы они начинали хотя бы сами уметь лакать. И потихоньку перешли на сухой корм. Кому подойдут эти котята? Вы же уже за это время, им примерно два месяца, правильно? Им три с половиной. Три месяца. За три месяца познакомились с ним. Хорошо, поняли у кого какой характер. Они все довольно боевые, активные. Но тем не менее, кому подойдут эти котята, чтобы люди сразу же понимали? Ну, самое главное у нас всегда в пристрое, это люди, которые понимают, что это живые существа. Тем более, это малыши, это дети. Они дерут мебель, они дерут все, что угодно. Они скачут, качаются на шторах, чтобы это было понимание того, что такое имеет место быть. И принятие именно этих кошачьих детей такими, какие они есть. Ну, вообще, на самом деле, нужно подготовиться. Просто мы сразу же говорим о том, что мы своих животных привозим сами. И, конечно, даем все ЦУ. У нас очень такой подход строгий отбор. Качественно. Мы не каждому отдадите. Это здорово, и это правильно, конечно. Семью совсем с маленькими детьми мы точно не отдаем, потому что детки, они не понимают силу своего сжатия, например. Они не могут это контролировать, они могут прижать, еще что-то сделать. То есть обязательно нужно подготовить когтеточки, приобрести. Обязательно хороший корм. Мы своих очень качественными кормами кормим подопечных, поэтому мы все рассказываем. Животные вакцинированы, будут через две недели стерилизованы уже, поэтому... То есть вы на себя это тоже понимаете? Мы против того, чтобы вот они пачками появляются. Вот это просто, знаете, на нас валится каждый день такое количество сообщений. Заберите, заберите, заберите. Поэтому, чтобы такого не было, мы сразу же берем на себя вот эту ответственность. То есть мы тут нашли информацию о том, что на улицах стало меньше... Практически не видно бездомных кошек. Бездомных кошек, которые можно встретить? Нет, очень много кошек, их в разы больше. Ну, по сообщениям, которые приходят в фонд, их в разы больше просят забрать, их находят больше, чем собак. На удивление. Поэтому кошек просто не так видно, они же прячутся по подбасмалу. Вау, где-то теплотрассы, да. Поэтому они не так бросаются в глаза. На людей они не нападают, опять же таки, не доставляют никакого недовольства для людей. Поэтому вот. И вот такие вот наши малыши, мальчики, девочки. Будем очень рады, если найдутся ответственные хозяевы. Как правильно знакомиться? Потому что если ты имел раньше в своем доме кошку, ты уже примерно понимаешь. Но вот тут вот я абсолютно не запомнила, кто из них кто. Вот только гладенького. Поняла. Ну, вот как познакомиться? Прийти к вам можно, поиграть? Как-то выбрать просто... У вас же есть еще пространство. Да, у нас есть кот-кафе, но эти котики живут у Оксаны. У нас даже... Мы уже все волонтеры понабрали себе домой, потому что в кот-кафе, конечно, никто не входит. У нас там тоже достаточно большое количество кошек, 27. Вот. Но мы всегда говорим, вы приходите, знакомитесь. И вот знаете, нужно выбирать сердцем. То есть у нас бывает за одним приходят, а забирают совсем кого-то другого. Поэтому нужно прийти, пообщаться. Мы задаем вопросы, обязательно потенциальные хозяева что-то спрашивают, берут на руки. И вот кто отозвался в вашем сердце, тот ваш. Да какие вы красавчики. Конечно, тут выбор, я не знаю, как будут люди выбирать. Но я знаю просто, что когда собаку выбирают, какая к тебе пошла, ну вот считается, что у вас какой-то коннект, еще что-то. Тут они липнут все. Они все заинтересованы нами, с Ильей. Они все подходят, знакомятся, все играют, все активные, что-то покусывают, бегают. Брать всех. Да, брать всех. Тогда вас ждет совсем веселая жизнь. Успех однозначно. Ну, не обязательно же всех четверых сразу же забирать. Нет, конечно. То есть они спокойненько. Я задумаюсь даже, если кто-то захочет засерчить двери. Да, это странновато будет, согласно. Конечно. А, не царапайся, подожди. Поэтому сценарий пошел уже в разнос. В разнос. А что за мохнатая компания? Вот что это за... Это наш проект, которому уже три года. Мы его создали в формате антикафе, кота-кафе. То есть там находятся кошки, котята, которые попадают в фонд, которые ищут хозяев. С разными историями, естественно. Но вот они живут в нашем зоопространстве. Люди могут прийти с ними поиграть, заплатив денежки именно за проведение времени в нашем кота-кафе. Кто-то выбирает таким образом для себя как раз питомца. Подопечен. Да, питомца. И вот буквально вчера у нас Красатун один уехал, потому что он был мега ласковый. Он не мог находиться совсем без человека. Он лип просто ко всем. Вчера вот уехал в новый дом. А сколько примерно, я не знаю, всех ли плоните вы своих подопечных, но чтобы цифры закончить на позитиве, сколько уже нашло в ваших подопечных дом? Слушай, ну за 15 лет, я думаю, что порядка, наверное, больше 5000 это стопроцентно, потому что и собаки, и кошки. Ну на нашем попечении сейчас 250 собак, примерно, и около 150 кошек. Поэтому вот умножаем на 15 лет, можно понять, какая на нас нагрузка. Помочь вам по-прежнему можно не только придя и лично, своими руками там погуляв и убрав, но также можно и привезти какие-то кормы. Да, корма, наполнители, амуницию, все, что вот необходимо. То есть лекарства, медикаменты. Ну лучше связаться с нами, уточнить, что актуально, какая помощь на текущий момент, мы обязательно зарасскажем. Нас найти абсолютно легко во всех соцсетях. Мы есть зоозащита и город Екатеринбург. Спасибо вам большое, что пришли сегодня. Давайте цифры, которые уже были произнесены, увеличим на 4 счастливых питомца, чтобы эти серые пушистики, которые проверили на прочность нашу телевизионную студию, все погрызли, все потрогали, поиграли. Ребят, у нас были многие, у нас реально были многие, но пока это топчик. Это самое активное. Пока это самые такие активные. Себе пушистика, если вам кто-то приглянулся, обязательно приходите, знакомьтесь. Ну и пусть этот мир станет чуточку добрее. Спасибо еще раз, что делайте добрые дела.